Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент и да, это Супер Мама! Если вы не смотрели предыдущую мамку, ссылка в описании. В каждом блоке по 4 мамы. У нас уже была Мама Медитация, а сегодня у нас мама, которая жена победителя Мастер Шеф. Проверьте, подписывайтесь на канал, потому что, возможно, по рекомендации смотрим. Не надо так делать. Подписываемся и ничего не пропускаем, потому что мы начинаем! В эфире проект Супер Мама! Тут четверо дуже різных матусь щотижня змагаются за званья найкращої. Вспомним то, что было. Знайомтеся з новою четверкою. Мама Дзен Міла. Я воспитываю сына в гармонии с собой, в гармонии со вселенной. Чий сын уже в 5 лет знает духовные практики. Давай руки. Ну ребенку ну нахрен не надо. А так воспитанием молодцы занимаются, то есть развитием. Виталіна, мама-кондитерка в декретии. Так, это сегодня. Я сына Богомяса Шефкова Ралека Микерчана. У чьей родине зірковый не лише человек, а и дети. Мой сын – мини-маленький принц мира. И дочка снималась в фильмах. Лакшері-мама Катя. Я считаю, что женщина должна быть ухоженной. Яка навіть у декретии с двома малюками находить час на себя. Мои дети очень самостоятельные. Я спокойно могу пойти на ресницы, маникюры, педикюры, губы, брови. Та боді-позитивна мама Ира. Мама с пышными формами достойна быть супер-мамами. Чей світ обертається навколо маленького сына. Полностью ему подчиняемся в его познании этого мира. Матуси уже побывали в гостях уміли. И давно малой ходит по стеклу? Трех лет. Та перевірили, чи насправді її маленький сын духовно розвинений. Тебе больше нравится королева ночи или мантра? Королева ночи. Обычный ребенок, которому медитации не нужны. Давайте новую мамку, впускайте. А тепер матуси йдуть до мами-кондитерки Віталіни. Меня зовут Віталіна. Мне 30 лет. Я жена бога мяса Шевкова Ралека Микерчана. Я бог мяса. Дааааа. Само певно. Для других он може казаться звездой, но для нас он лучший папа, лучший муж. Папа! Папа на счастье! Иди, баба, на любовь! Привет, Любовь! Привет! Я счастлива быть за его спиной. У нас двое детей. Сэм, ему 9 лет, и Сандра ей 3 года. В данный момент я мама в декрете, я занимаюсь детьми. Мам, спасибо. Муж работает, понятно. Мой сын, мини-маленький принц мира 2017 года по красоте. Он сам так считает, что он в папу. Ему важно быть таким же классным, как папа. Ты постригся? Да. Ты красивая. Сандра всегда со мной. Очень любит готовить. Это у нее от папы. Готовим мы с двух лет, и я ей в этом помогаю. Я начала записывать видео, монтирую, и потом из этого получается реально классный рецепт, который можно выставить и поделиться с людьми. Я сейчас попью чай и позавтракаем, да, Сандра? Пил я такой, ребята, чай когда-то. Я уже то слышал, меня то слышал. Блин, взлетал на туалете, как ракета. Вкусный чай. Проносной. Благодаря мужу я имею возможность воспитывать детей сама, ни в чем не нуждаться, и я этого не стесняюсь. Я супермама, потому что у меня самые умные и воспитанные дети. Для меня дети это все, чем я могу гордиться, и все, чего я добилась в своей жизни. Чи вразить зерковое життя Виталины мам, який уже на порозе. Ну что, готова посмотреть, как живет мамочка в декрете? Конечно. У Виталины такой образ, он чересчур вылезан, и у нее все прям настолько идеально, что аж тошнит. Сейчас посмотрим. О, кто-то пришел. Пойдем посмотрим, кто там. Привет! Это типа у них двухэтажная квартира? Там лестница наверх шла. Я вас встретила как обыкновенная домохозяйка, то есть дулечка на голове, домашняя футболка, шорты. Могу предложить вам тапочки, если надо? Нет, спасибо большое. Так, проходите, раздевайтесь. Квартира, конечно, пешенебельная, шикарная, большая, светлая, просторная. В принципе, всего этого я и ожидала с тем, как Виталина себя преподносила, что она жена публичного человека. Сразу с порога видно, сколько света, настолько все вылезано, все стерильно, и действительно очень комфортно наступать. Сразу захотелось пойти посмотреть, что же дальше. Так светло. Спасибо. Могу вам предложить кофе, чай? Кофе. Отлично. А параллельно Сандра будет готовить девичницу. Хорошо? Готовить умеешь? Да. Это те, кто научил, мама или папа? Мама. А мама вкусно готовит у тебя? Да? Скажи, пожалуйста, а со скольки Сандра начала сама готовить? Яичницу мы начали готовить, наверное, с двух. Она разбивала, а я уже там что-то доделывала, но потом она все больше и больше просила инициативы. Там и сырники, и вареники ленивые. Ну так как Виталина у нас армянская женщина, она домохозяйка, мне кажется, она просто Сандру уже готовит тоже к такой вот жизни. Много готовить, убирать, стирать, быть замужем, прислуживать мужу. И еще масло. Все, хватит, хватит. Меня очень... Бля, не учит ребенка тому, что нужно готовить и убирать? Хреново. Учит? О, все, прислужница рабыни. Мне это бесит немного, это, блин, бодипозитив. Сильно смутилось, что раскаленная сковородка на плите, ребенок трогает ее рукой. Виталина как бы не особо на это реагировала. А ты всегда рядом с ней? Конечно. Под присмотром она? Нет, только под присмотром. Я ее вообще никогда на кухне не оставляю. Она реально осознанно это делала. Она знала, как смешать, что поставить, как налить масло. Я просто под впечатлением. Карпачев, похвали. Готоварки разом в три года – чудовая идея. Особенно, если и папа, и мама с удовольствием и много готовят. Вже в полтора года дитина интересуется тем, что делают дорослые, и начинает их копировать. Главное, чтобы кто-то дорослый постоянно контролировал технику безопасности. Ребенок просто помешал яйца. Но из этого раздули такое, будто ребенок сам пирог испил. Берите, пожалуйста, арбуз. Пахлаву я сама пекла. Да? Сама? Да. Ого себе. Ну ты настоящая, прям армянская женщина. Честно? Да. Так как я восточная женщина, конечно же, готовилась к гостям. Мне было сильно важно красиво их принять и вкусненько накормить. Ты в шоке. Ну как можно такое самостоятельно сделать? Это очень вкусно. Я перепробовала очень много восточных сладостей, и, случайно сказать, я не их фанатка. Но ты прям меня покорила и убила. Ну, конечно, она сладости ест. Классно, вкусно, честно. От сердца. Мы уже поняли, что в этом доме нас реально будут кормить, и очень вкусно. Я очень люблю готовить десерты. Основные блюда – это муж, а десерты – это я. До Сандры я работала вместе с ним. Он работал в мясном отделе, я работала в кондитерском. Я люблю готовить необычные десерты. Мне нравится экспериментировать. С момента рождения детей тебе кто-нибудь помогал? Нет. Я сама. Мы приняли решение, что Сандра до трех лет не ходит в садик. Я противник яслей. Там все-таки не ту любовь и заботу дадут детям, которая нужна до трех лет от мамы, от папы. Она стандартная просто баба, которая живет по системе женской. Вышла замуж, родила детей, сижу в декрете. А за якою системою живе Катя? Я очень зависима от денег. Та чим вона займалась? Нету денег, нету губ. Понимаете? Ты просто взяла и ушла? Да, я просто взяла и ушла. Покинувши двоих маленьких дітей на чоловіка. Я там узнал, что Катя там уехала в Дубаи. Матуси з'ясують у наступних випусках. Оооо. Горячие подробности будут? А я бою Виталина. А это кто Виталина? Мама Виталина. Мама Виталина. А папа? А папа Мукачан. Мукачан. А с кем ты больше играешь? В какие-то игры, бегаешь? С мамой или с папой? С папой. Он приходит там 2-3 часа. Он может ему удивить это время. Он ее купает. Часто она просит, чтобы папа покупала. Это их ритуал, который они проводят вместе. Сандра очень милая девчушка. Она стала нам улыбаться, сразу кокетничать. Ой. А кто-то пришел. Кто-то пришел. Пацан-футболист. Привет. Смотри, у нас тут гости. Привет. Ты такой красивый. Ты футболист? Настоящий. Вау. А давно ты занимаешься футболом? Двя с половиной года. А как часто ты туда ездишь? Три раза в неделю. И что, уже даже побеждали? Есть победы, кубки? Нет, но победы есть. Я не могу сказать, что он суперфутболист. Нет. Но ему это нравится. Он еще ребенок. Он это хочет. Я его поддерживаю. Санка, а давай, пожалуйста, ты пойдешь переоденешься. Хорошо? Да. И мы к тебе придем. Хорошо. А скажи, пожалуйста, такая замечательная, шикарная, фешенебельная квартира. Это ваша или съемная? Наша. С недавних пор. Так как муж шеф-повар, поэтому он мечтал о том, что он светлый и где можно было бы разойтись. Для шеф-поваров важна площадь, важна территория, где ты можешь распространить все свои изделия. Там большие поверхности, хорошие инструменты. Сколько стоит такая квартира? Это вообще не тактичный вопрос. Я никогда себе не позволила такой вопрос задать другим людям. 135. Тысяч долларов. Приобрели как своими силами или родители помогали? Нет, нам никто не помогал. Все своими. Если ты не работаешь, получается, муж. Ну да. Да. Папе хвала. Ну, у нас папа молодец в этом плане. Наша квартира 100 квадратных метров. На нее, естественно, заработал мой муж, как бы самую. Как и должно быть. Квартиру купил муж, выбрал ее муж. С первых просто минут общения, понятно, что речь идет не о Виталине, а о муже. Так, а что вы хотели? Ну, нормально, классно. Вот в нашей семье так же, типа, 99% дохода зарабатываю я. Ну, это не значит, что если там жена, то есть это какая-то серая мышь, которая ни хрена не делает. Классно, что муж смог заработать и купить квартиру. Она так же там, его и поддерживает. Она его опора. Она занимается детьми. Она тоже готовит. Она конди... То есть, муж заработал, а ты не заработала. Блядь. Сразу видно, что она, как бы ноль на массу, два на трассу, она зависима полностью от Алик. Девочки, могу вас пригласить в детскую? Господи. Присоединиться к сыну? Мне же противно, когда так говорят люди. Муж работает, а ты не зарабатываешь, все, значит, ты никто. Это спальня детская. Такая просторная, светлая. В принципе, как и вся квартира. Детская комната очень чистая, светлая, красивая. Единственное, чего не хватало, это каких-то ярких красок. Кровать Сэма была застелена чистым таким покрывалком, без живого цвета. Но Сэм мальчик. И вот эта вот нежнятинка, это, мне кажется, сделана больше для Сандры. Я уверена, что если бы у Сэма спросили, он бы выбрал бы другое. Сандры, иди смотри, что у меня здесь есть. Вау! Спасибо. Пожалуйста. Я принесла в подарок малышке куколку, потому что, во-первых, я как мама девочки знаю, что девочки любят куколки. А что не в упаковке? Во-вторых, мне было интересно, знает ли она какие-то элементарные цвета. А какого цвета у нее туфельки? Красные. А юбочка какого цвета? Синяя. А футболка? Футболка белая. А волосики какого цвета? Орозовые. Молодец! Она знает все цвета, она знает поры года. Я с ней изучаю все, что возможно изучить для трех лет. Мы с ней занимаемся, вот буквы изучаем, пазлы любим строить, рисуем, пластилин лепим. Лего она любит. А что ты любишь с мамой делать больше всего? Расскажи, Сандра. Готовить. А еще? Читай буквы. Ты буквы знаешь? Она в принципе знает те буквы, которые ассоциируются с кем-то. Где Виталина? Саник. Вот. Где дедушка? Д. А, Алик. А. Молодец. Ну, занимаюсь, молодцы. Как для мамы девочки в таком же возрасте. Сандра, ну, очень развитый ребенок. Методика, которую использует Виталина, дуже вдала. Это чудовая идея для навчания через игру. Но до трех лет не желательно учить буквы и цифры с детьми, оскольки психика еще не способна понимать символов. А буквы – это именно абстрактные символы звуков. И, соответственно, это может детей перенавантажировать. Пришла очередь моего подарка. Я надеюсь, он тебе понравится, и ты будешь с удовольствием играть с ним. Спасибо. Виталина явно занимается детьми. Они воспитанно улыбаются, отвечают, здороваются. Даже Сэм, к которому явно эта игрушка Ирина не зашла, он настолько смог корректно ответить взрослой женщине. Сэм, а ты чем занимаешься с мамой? Мы либо разговариваем, либо играем на столь и игру. Если Сэм может сама себя чем-то занять и играться, то он в детстве не мог сам себя занять. Ему надо было обязательно мое присутствие и участие. Поэтому все игры мы играли вместе, и вот до сих пор ему надо, чтобы я вместе с ним общалась, игралась. Сэм, а чем занимается мама? Она нас воспитывает, убирает. Я ей в этом помогаю, потому что мне приятно, когда маме приятно. И когда мы сюда приехали, мы разделились с мамой. Например, я первый этаж, мама второй. То есть ты и полы моешь, и пылесосишь. Я хочу, чтобы мама поскорее бы освободилась, и мы вместе поговорили или поиграли. Маму настолько загоняли, как зашуханную лошадь в доме, что даже ребенок понимает, что маме хочется отдых. Мне кажется, Сэму реально жалко. Да не загоняли, наоборот. Молодец, малой. Бля, почему во всем ищется какой-то негатив? Малой говорит, ну, блин, просто маме можно помочь. Я могу помочь. Красавчик, пацан, красавчик. Ой, маму загоняли. Как Виталіну, потому что он видит каждый день, сколько она времени убивает на эти уборки. Схоже, у Сэма сформованы правильные ценности та добре розвинена эмпатия. Он переживает маму с мозгами проблемы. А я ей с хатными справами. Он видит с мясом, его маринуют и делают шашлыки или что-то такого. Ты любишь шашлык? Ты любишь шашлык? Да. Кто готовит вкуснее, папа или мама? Смотря что. Отвечай честно, я не обижусь. Нельзя. Мне бы уже на месте Виталины стало бы обидно. Реально там, влетаешь, пурхаешь, начебто пташка на той кухне. Зачем такой вопрос задавать? И по факту, типа, ну, мать... Знаете, это такой вопрос, типа, кто лучше, папа или мама? Нахрена ты такой вопрос задаешь ребенку? Зачем? Ты собираешься услышать ответ оба? Ну, если ребенок додумается, так сказать, супер. А если нет, то что? Кого-то обосрало. Зачем это нужно было делать? Прости, как бы... Виталина, а вы занимаетесь с Сэмом только футболом? Когда родилась Сандра, Алик выставил бирочку вот эту, что у него родилась дочь. И ему написали приглашение, чтобы ее сняли в фильме. Мы решили, надо соглашаться, потому что, в принципе, это память. И мы на шестой день, на второй день после выписки, поехали на съемки. И Сандра вот играла роль новорожденной. Я была медсестра, которая все время ее держала на руке. Я не суеверная, но я бы не позволила своему ребенку быть под камерами, чтобы на нее маленькую смотрю огромное количество людей. Но не позволила бы. Для меня это ненормально. Я не могу понять, зачем Виталина за счет детей лезла вот так вот в кадр. Неужели ты настолько неспособная, неужели ты настолько неинтересная, что отдельно сама ты не можешь упасть в кадр? Она еще много раз снималась в фильмах. Когда он увидел, что снимается Сандра, он сказал, блин, я тоже хочу вот так вот. Активно начала сидеть в этих группах в фейсбуке кастинги. Я вообще не сторонняя, когда детей таскают по разным кастингам, когда родители делают их публичными людьми. Мне кажется, просто Виталине делать нечего, она их вот это сует по кастингам. Ты хочешь себя реализовать, иди шуруй сама на свои кастинги. Так мы потом попали на менее маленький принц мира. Клента. У него висит, и он ей очень гордится. Мне прям понравилось, что у меня получилось, и я поверил в себя. Умереться, у кого красивее пацан, это вообще дно. Но потому что пацан, он не должен быть красивый. Да, он должен быть как обезьяна, страшный, вонючий такой. Красота – это не для мужиков. Да, мужики? Мы должны быть как обезьяны, по-другому никак. Должен быть самовлюбленным нарциссом. Он должен быть мужиком. Они... А скажи, пожалуйста, дети сейчас продолжают сниматься? Нет. Нет, это его решение. Я понял, что футбол – это для меня. И я уже вот два с половиной года занимаюсь футболом. Красавчик. А когда ты вырастишь, кем ты хочешь стать? Все нравится, ты супер. Футболистом. Ну или если не получится встать в большой футбол, я, наверное, хочу стать как папа, шеф-повером. Либо вот настолько у них папа поставлен высоко, то, что можно маму обосрать, но папу главное превознести. А есть ли у вас такие разногласия в воспитании детей с мужем? Ну, конечно, у нас есть разногласия. Где он маму обосрал? Мой сын не сделал ничего такого, за что бы можно было его наказать. Если у меня есть какие-то запреты, то папа эти запреты снимает. Какие-то сладости я не разрешаю. Папа у нас разрешает все. Это плохо. Получается реально злой и добрый полицейский. Самое страшное, что Виталину это устраивает. В семье Виталины ее муж – это бог, это праздник. А мама – это серые будни. Ходит с тряпочкой, вытирается, убирается. И разгребает все то, что на разрешал папа. Часом бывает так, что папа редко видит детей, чувствует себя винным и пытается задобрить их солодочками и игрушками. А это ничего не отличается от подкупа. Очень важно, чтобы папа и мама имели общую стратегию выхождения детей. То, что я ей сказал. Сэм, а тебя родители балуют дорогими покупками, игрушками, вещами? Вот чем-то дорогим таким. Не сильно. Он мне разрешал взять только одну игрушку, только чтобы она не превышала очень много. Я взяла одну игрушку, положила в корзину. Если не раз другую, я положила эту и взяла другую. Ну если это что-то очень умное, я на 100 тысяч гривен, но мама не возьму. А если там что-то... ну такое вот, мама не возьму. А такое вот, это что такое вот? Такое вот это что? Тупость. А разумные подарки это какие? На которые можно потратить тысячу гривен? На которые можно потратить тысячу гривен? Развивающие. Это то, что можно сделать своими руками. Виталина слишком зациклена на развитии детей. Я все-таки считаю, что нужно иногда детям позволять покупать какие-то даже игрушки просто для баловства. Серьезно? Это ты такая сказала, да? Что за цикл? Ну, тебе ребенок вообще нахрен на что не ходит? Ты его только, блин, мантрами кормишь, бля. Малой говорит, давай, блин. Бля, нахрена ты такое ляпаешь? Ну, у тебя ребенок ничем не занимается. Ты ни на какие кружки не водишь. Вот, да, ты его развиваешь. Но, бля, давай мантру послушаем. Давай послушаем мантру, когда будем готовить. Давай послушаем мантру, когда будем срать. Тебе не нравится? Надо. Два. Просто один раз побросал, покрутил. Пластмасска какая-то, окей, выбросил. Что же, Виталин, спасибо. Мы увидели твоих детей замечательных. Какие двуличные люди некоторые противно. Давай, пошлите. Как кого-то засрать? Легко. А сами? Покажу вам кабинет. Рабочий кабинет. Ну, ты женщина в своем уме вот так называть кладовку со шваброй, со стиралкой. Ну, то есть ты в квартире сто квадратов нашла свое место под лестницей. Скажи, пожалуйста, как часто ты убираешь? Поддерживаю еще уборка каждый день. Алик любит, чтобы дома было чисто. Для него это очень важно. Тебе вот не надоело всем вот этим заниматься? Поскольку в данный момент я нахожусь дома, эту обязанность я взяла на себя пока так. Но если ты здоровый человек, если ты любишь чистоту, то вообще не впадло встать и поубирать это все. Алик ей сказал, что ты должна убирать. И она искренне поверила в то, что ей это нравится. У тебя есть возможность, явно есть возможность нанять себе помощницу. Почему вы этого не сделаете? Ну, бывает, если я вдруг в отъезде месяц у родителей бываю, то Алик может вызвать какую-то женщину, которая приберет. Смотришь, блин, ну она же вчера туда была. Подходишь туда, ну блин, ну ты же могла вот тут тоже протереть. Двери в каких-то пятнах, руках, зеркала не вытирала. Ну, значит, вы нашли хренового человека, понимаете? А если так говорить, о, лучше, чем я, никто не сделает, тогда так жить тоже сложно. Зачем машину в ремонт везти? Сама поремонтирую, Ютуб тебе в помощь. В туалете шкафы не повытирала, там какие-то потеки. Я не знаю, эта женщина, как она мой туалет. Может, она этой тряпкой помыла туалет и потерла ручки. Или она повытирала пол, потом решила этой же тряпкой вытирать зеркало. Поэтому мне комфортней, когда это делаю я. Мне кажется, тебе уже это слишком немножко такой, ты уже знаешь, подход маньяка, грязи. Ты так зашла в дом, где грязь. Она не сделает так, как я сделаю. Это психическое отклонение, когда люди маниакально зациклены на чистоте. Не может быть после клининга желание еще убрать, а вот там недотерто, а вот там недомыто. Вот если бы у тебя спросили, Виталина, ты кто? Какая у тебя профессия? Сейчас. Сейчас? Сейчас я реализовалась больше всего как жена и как мама. И я этим довольна, я этим счастлива. Я вообще не комплексую ни секунды по этому поводу. Реализация – это когда ты вышла из дома и вне дома ты уже стала кем-то. Это страшно. Бабе 30 лет, баба 30 лет, не знает, кто она и на что она годна и что она вообще может. ВИХОВАННЯ ДЕТЕЙ ТА ХАТНЯ РОБОТА – это важка щоденна праця, яку, на жаль, у нашему суспільстві не принято помечати и ценувати. Это правда. Думаю, Виталина заслуговує на визнання. Видно, что вона багато працює и досягла значных результатов. Опять же, десерты для меня – это тоже удовольствие, реально. Все-таки надо себя развивать, надо идти учиться и становиться кондитером. Ну, а что тебе мешало пойти учиться, пока в декрете ты? Я об этом не думала, потому что я думала, прежде всего, на кого я оставлю Сандру. Если бы она хотела как-то развиваться в сфере кондитерства и Алик бы ей это разрешал, то за три года декрета, я думаю, она бы нашла возможность. Но вот будет она для Алика печь торты. Вот это ее кондитерское искусство на этом и заканчивается. Кожна женщина стыкается с трудностями выхода с декретом. Мне кажется, что после несколько лет дома выбрать профессию и реализоваться в ней почти невозможно. Если Виталине понравится кондитерская справа, но страшно начать, то стоит разработать план и двигаться невеликими, но регулярными кроками до мечты. Учаться, тренироваться и потроху выходить на работу. То есть, я так понимаю, ты полностью зависимая финансовая от Алика. У нас общие деньги. У нас одна зарплатная карточка на двоих. И нет у меня такого, чтобы, а можно я потрачу, а можно я возьму, а можно мне вот это купить. Он мне говорит, бери карту, все, что тебе надо, все, что надо детям, все, что надо в семью, пожалуйста. Красавчик. Если я была еще любовницей, тогда бы я, наверное, чувствовала себя по-другому, а я его жена. Если он взял на себя обязанность за двух детей, за жену, значит, он отвечает. Это зависимое отношение. Она в золотой клетке у него. Делаешь? Блядь, золотой клетки, господи, ну что вы ляпаете? Что ты несешь, блядь, губатая, господи. Ты какие-то дорогостоящие подарки себе, оплачивая их Аликовой картой. Какие-то процедуры у косметолога. Ну и, конечно же, я люблю ходить, покупать платья, туфельки, смотреть это все. Виталина, у тебя большой гардероб? Нормальный. Покажешь нам его? Конечно. Пошлите. Покажу. Покажешь, что? Девочки, ну что же, проходим. Вот наша спальня, гардероб. Давай посмотрим платье. Это платье такое пышное, прикольное, в стиле 80-х. Это платье со второго дня свадьбы. Оно у меня до сих пор хранится, и я проверяю, влажу я в него или нет. Если бы у меня было бы столько денег, сколько у Виталина семьи, я бы не тратила на такое жлобство деньги. А какая самая дорогая? Ну так как у тебя денег нету, рот закрыла. Есть ли бы, есть ли бы. Вещь у тебя в гардеробе? Они как-то все в одну стоимость. Я не знаю, какая самая дорогая. Полторы тысячи. Ты свои деньги съела. Я предпочитаю масс-маркет, зал. Она мне больше нравится, чем Гуччи и Луи Витон. Для меня лейбл – это ничто. Купить футболку за 400 долларов, потому что тут написано Гуччи, для меня это неразумно, честно. Я очень люблю покупать детям вещи. Вот, наверное, из таких моих каких-то пунктиков я обожаю, когда дети одеты красиво, когда до них оборачиваются, смотрят. А вообще у нас дома шапоголик – это Алик. А у кого больше вещей, у тебя или у Алика? А, вот это Алика, там кителя, рубашки разные. И плюс у него. Вот это все Алика. Тут брюки его разные. У нас как-то шкаф поделен на пополам. По-моему, тут не пополам. Большая часть Алика. Виталина нам показала всего лишь два своих платья. Там из вот такого гардероба вот так вот было всего лишь Виталина. Ну, не прям так вот. Впервые за третий треки в пачу, когда у мужика реально больше вещей, чем у женщины. У меня просто, ну, муж военный, там все практично. Форма и футболочка. Вот это для чего? У него такая вот-вот-вот яркость. Он любит одеваться ярко иногда. Дольче Габбана? Ты не любишь бренд? Я нет. А муж? Он любит. Ах, ты май. Дорога-богата? Он так любит. В роду циган немало. Не. Все хорошие брендовые вещи. Их было очень много. Чувак зарабатывает. 30 футболок, еще чего-то. А тебя не смущает? Вот у Алика есть топ-бренды, он их одевает, он их любит. Он публичный человек, которому это необходимо. Это было бы странно. Я согласен, если у тебя, например, там муж ведущий, да, который там ведет какие-то программы и так далее, у него там большой гардероб. И жена, которая, например, не ведущая, не медийная личность. К чему вы удивляетесь? А ты, получается, как его тень, которая просто спокойнее, без топ-брендов. Я выгляжу спокойно и как-то дешево. Нет, я не говорю за дешевизну просто. Мне не важно. Нет. Он может мне пойти купить, но мне не важно. А он хотел бы тебя нарядить в какое-нибудь крутое платье от известного бренда? Когда он уезжает куда-то в командировки в разные страны, вещи он мне привозит, все украшения, которые у меня есть, они подарены им. И платья, и кофточки, и какие-то сумочки он мне привозит за границей тоже. Но ты жена публичного звездного мужа, да? Ты тоже с ним становишься автоматически публичной. Просто получается так, что Алеку нужно все, Веталине не надо ни хрена. Херню сказала. Багато гарных и дорогих речей у тати. Вот многие знают жену Карпачева. Прямо твоя жена такая публичная. А у Карпачева стопудово в гардеробе висит этот пиджак, еще максимум один свинку и три рубашки. Все. Не-не-не, у Карпачева других вещей просто нет. Детей и кілька суков з масс-маркету у мамы. Схоже, Веталине варто попрацювати над самооцінкою. Вона гидна большого и мает брать больше ресурсов и часу для себя. Было бы добре, как бы вона начала выделять час на свои хобби и дозволила бы собим дорогие покупки, как ей человек. Очень, конечно, это такая интересная спальня, интересный дизайн. Эта тумба перешла мне от-от-от прапрапрапрапрабабушки. Мы ее недавно только отреставрировали. Тумба полна косметики. Я вот уже смотрю-смотрю и все хочется спросить. Вот эта часть косметики моя. Это не моя, это Алика. Я иногда лажу в его косметичку, чтобы воспользоваться каким-нибудь кремом. Ого! Меня как жену военного, ну то, что удивило, оно меня убыло, наповал, ранило, избило вообще с полета. Всем привет! У-у-у! Привет! Привет! Алик. Мила. Вот теперь ему задавайте вопросы. Ирина. Столько женщин еще у меня не было на постели, честно вам скажу. Алик очень импозантный, яркий мужчина. Зашел сразу так, все, я тут ведущий, привет девочки. Я почувствовала облегчение, прошла моя кура, моя защита. Пришел Алик и Виталина не стало. Вообще не стало. Вот был человек и все, инмалю дэн. У нас просто очень много вопросов, если честно. Надеюсь, по кулинарии? Нет, если только. По отношению, как мне удалось сделать счастливую жену? Об этом мы потом поговорим. Вы нам расскажите, пожалуйста, как ухаживать за кожей. Потому что нам Виталина рассказала о маленьких секрете, что у вас намного всего больше, чем у нее. Смотрите, ну у Виталины декоративная косметика, а у меня, учитывая возраст, наверное. За возраст я пошутил. Алику 36 лет. Это все патчи. Разные патчи с разным составом. Это тонер. Не каждый день пользуюсь тонером. Тонер очень приятный. Могу вам, хотите, может, масочки сейчас поделать? Можно попробовать? Можно уже растереть. Он очень приятно впитывается в кожу лица. И после этого тонера хорошо наносится любой питательный крем. В Виталины косметики там была бздюлька. Там были патчи только Алика. Косметика уходовая Алика. Меня здесь это уже не удивило. Потому что я везде слышала Алик, Алик, везде все Алик. А что это было? Что это было? Это капсулы, это витамины, которые вы можете добавлять. Они продаются в аптеке. Стоят, кстати, очень дешево. Вы, кстати, задумывались, зачем вам эта штука? Ну скажи просто. Я слышала, я все думаю. Ну ладно, берете, накладываете чуть-чуть крема и добавляете витамина Е, если нужно. Например, А, если нужно сравнять с том с лицом. А что они ржут? Я просто как женщина, которая любит уход за собой. И вообще все, что рассказывать, я этого не знала. Ну так ты тупая просто. Есть многие мужики, визажисты. Вот чувак в этом разбирается. Он медийное лицо. Он ухаживает за лицом, чтобы нормально его сняли и так далее. А ты что знаешь, что такое витамин А и крем? Боже мой, а у меня муж военный на полу спит. У мужика просто столько косметики. У меня реально нету столько косметики ухода. Даже Виталина округляла глаза. Она, наверное, часть косметики этой. Даже не знаю, для чего это используется. Вы знаете, да, для чего? Ну я сейчас похудел. Я уже... И у меня немного выделились носогубки. Короче, это делается массаж лица. Умеете делать это? Нет. А покажи. Ну просто проводите по линиям мышц. На этом консультация закончилась. А, типа, а дальше за деньги? Да нет. Это перебор, когда мужик знает косметику лучше, чем я баба. Реально, когда мы сидели в три и вот так вот глазами моргали. Ты этот уход делаешь каждый день? Что-то каждый день. Что-то раз в неделю. Если такое что-то основательное, я вижу, что после там многих дней съемок у меня прям загрязняется лицо, начинается высыпание, да, то, естественно, у меня уже идет глубокая очистка. Или же косметолог. Какие-то уколы молодости. Если где-то что-то нужно подтянуть, разгладить там и так далее. Гиалуронки у меня на лице нету. Ботокс, может быть, был в прошлом году. Откуда у мужика столько времени на самолюбование? Обычный мужик, кроме как побрить подмышки, почистить зубы, он ни о чем больше не думает. Вот так как я. Да, президенты тоже наши. Путин вообще только яйца брит, согласен. Но он даже ничего себе не колет. Просто так хорошо выглядит. Там Петя Порошенко. Никто, вы что? Чтоб мужик за собой следил. Никогда в жизни, господи. Побойтесь, бля. А вот эти вот все мужики, как их, косметологи, вот эти вот визажисты по лицу. Вообще, все эти голубчики эти, понимаете? Мужик должен только знать, как яйца побрить и умыться временами. И зубы раз в неделю почистить. Больше не надо. Божики, бабы тупые. Вот эти вот трое. Не за всех, говорю, за этих троих. Не, ладно, блондиночка мне не бесит. Бесит вот эта вот губатая и бодипозитив. 150+. Публичный человек, за кожей лица нужно ухаживать. Ну вообще, я любил этим всем заниматься. Наверное, со школы. Мне это очень нравилось. И я не вижу здесь ничего такого зазорного. Просто мне, как жене военного, вообще удивительно. Там же ж на меня... Сука, раз он же сказал, я жена, я жена, мне как жене военного, а жене, я как жена военного, я жена... Рот закрой! Понимал, как умылся, побрился, зубы почистил, все, готов. Получается... Что я и сказал, блядь, еще яйца побрил, правильно? Все, муж готов, блядь, умылся, побрился и все. У одной зацикленность, блин, на уборке, а второй зацикленность на том, какой я красивый. Может быть, вы проголодались, и у меня есть крутая идея по приготовлению стейков. Золотая людина. Ты проголодалась. А я тебе бы только пожелать. Я знаю, у тебя придут, там будут вот эти золотые слова. Стейк, шашлычок. Любишь мясо, да? Да. Пойдем готовить? Конечно. Пошли. Она не только мясо любит. Очень хотелось попробовать стейки из рук самого бога мяса. Ты готовишь, да, часто, и дома тоже. А кто потом убирает? Виталина. Алик, почему ты не помогаешь Виталине похозяйствовать? Потому что не царское это дело убирать. Сейчас в армянской семье это задала вопрос. Нет, мне просто интересно, почему я... Армянскому мужчине? Она вообще нам не соображать, я согласен, типа. Ты еще мусульманов бы спросила, почему ты мужик не стоишь раком и полы не моешь. Но есть вера, есть какие-то... Блядь. Кому я это объясняю? У нее должно быть у всех одинаково. Жена, мама, хозяйка дома. Но Виталина не может себе позволить после того, как Алик пришел уставший с работы, сказать, ах, любовь моя, блин, ну я за сегодня не успела погладить. Встань, пожалуйста, погладь мне шмотки. Но мы же должны разделять обязанности. Давай так, я не называю это обязанностью, не перекрутитесь. Тогда, когда она уставшая, я всегда говорю, я могу позвать женщину, мы можем себе это позволить, и она придет, уберет. Вот то, что она не желает видеть помощницу, дабы себя облегчить, ты не думаешь, что это как бы ее такая цена за то, что она может думать, что вот Алик работает, Алик приносит деньги. На Алике очень много, на самом деле, ответственности. А я хотя бы буду это восполнять чистым домом. Но это ее решение. Я не хочу верить в то, что прожив вместе 10 лет, ты можешь стесняться мне о чем-то просить. Если я еще буду решать за нее, кто будет убирать дом, а пусть она принимает решение, я буду делать все, что она скажет. Ну так? Ну так. Дай поцелуй. Если Віталіні комфортно, вона счастлива и реализована у побуті, ничего плохого у него нет. Главное, чтобы это был ее известный выбор, а не жертвенность и страх перед пошуком себя в профессиональном жизни. Если не секрет, скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? У меня сейчас очень много рекламных контрактов, на самом деле. Боже, как это? А сколько такой дом стоит? А сколько потратили? А сами, да? А сколько ты зарабатываешь? А я просто вот губы себе думаю сделать, мне не интересно, сколько захозов. Ну, совокупно это где-то, ну, там, чуть больше 100 тысяч гривен в месяц, да. Понятно теперь, что Виталина сидит дома и ни о чем не думает. Я бы тоже хотела бы 100 тысяч. Ну, блин. Мясо практически готово, поэтому давайте накроем быстренько на стол по армянским традициям. Это как? У нас помимо основного обязательно должны быть закуски, нарезка, то есть такой классный, ну, прям поляна, да, как я это называю. Это специальные ножи, которые я привез из Лос-Анджелеса для стейков. Они очень острые, поэтому аккуратно. Следующие – это тарелки известного шведского художника, которые вот эмалью нарисованы. Да я даже смотрю салфеточки. Это оригинальные, кстати, их осталось всего 5 штук, видите, как я рад. Мне лично вот этот театр Бабы Фисы, типа какой я богатый, дорогой и деловой, вообще не нравился. Вам повезло, для вас осталось 5 эксклюзивных салфеточек. Если бы ты мне положил бы и туалетную бумагу, корона бы у меня не упала. Ощущение было неоднозначное. Вроде бы отнеслись как к почетным гостям, потому что поставили такие классные почетные тарелки, но при этом это показывало пафосность. Алика, посмотрите, полюбуйтесь, я весь такой классный, а у вас такого нет. Приятного аппетита. Это сливочный соус. Я вам прям рекомендую начать с самого светлого мяса. Это молочный теленок. И вы подчеркнете сливочность именно сливочным соусом, окей? Кстати, ко мне домой приходят только самые близкие друзья, родственники и вы. Нам повезло. В книге жизненных достижений я сегодня пишу, была в гостях у Алика, ела мясо с его рук. Ирочка, я подивлюсь на твои оценки и потом поставлю тоже галочку. Ага, а посмотрим, что оценки. Умеешь жарить мясо? Ты умеешь, да, а я нет. Я хоть мясо не ем, но я попробовала. И действительно было вкусно. Да, здесь он спец. И соус здесь вообще действительно очень вкусно. Мясо было вкусное, но тут вопросов нет. Соус был еще вкуснее, вообще топчик. Я хочу немножечко от себя подытожить. Ты на встрече сказала здравствуйте, я жена Алика. Да. Поэтому я тебе хочу кое-что преподнести. И чтобы следующая наша с тобой встреча начиналась с фразы. Я Виталина. И чтобы тебя это мотивировало случиться хорошим кондитером. И чтобы вот эта белая футболка переросла в белоснежный китель с твоим именем. И чтобы мы знали, что это не просто Виталина, жена замечательного, харизматичного мужчины. А это известный, продвинутый и востребованный кондитер. Я тоже этого хочу. Я считаю, что Ира подарила очень классный подарок Виталине. Это был явный намек на то, что Виталина, выйди в свет. Ты действительно умеешь делать классные десерты. Хоть что-то хорошее сделала. Мы пробовали твою офигенную пахлаву. Подай хотя бы заявку на кастинг мастер-шефа. Не на своих детей заявку на кастинги какие-то. На себя. Да, Виталина, этот подарок лично для тебя. Это песочные часы для того, чтобы ты нашла все-таки время для себя на салоны, на спа, на самореализацию. Чтобы ты нашла время, то ценное и святое, которое бы тебя сделало еще более полноценной, еще более счастливей. Я подарила этот подарок от души для того, чтобы она могла понять, что ценность времени, которое она может вложить в себя, может быть гораздо ценнее, чем то время, которое может быть растрачено просто на уборку. Я настолько в три года развитая девочка. Она умеет сама себя занять. Она не капризненькая. Мальчик это вообще. Я мечтаю вот так вот, Виталина, чтобы мой сын в возрасте 9 лет вот так вот понимал, что мама работает, мама старается. Вот так вот ты бы мне заботился. Я не знаю, как ты к этому пришла, но тут тебе честь и хвала, как маме. Правда, твои дети очень воспитаны. У Сэма очень грамотная речь. То есть, как мама, ты заслуживаешь реально самых лучших похвал. Знаете, такое чувство, что реально решила переобуться в самый последний момент. Тут уже все, уже жопу Алику лежит. Значит, ты такая мама. Виталина, ты реализовалась, правда, очень классно, как мама. Я бы хотела в следующий раз, чтобы ты сказала, я не только жена Алика, но я еще Виталина. И я и классная мама. Я и классная суперхозяйка, что правда. И я реализована как женщина. И я стала еще более счастливей. Мы очень счастливей. Каждая девушка, она супер-жена и суперхозяйка. Я хочу выпить за вас. Улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Независимо вообще ни от чего. Ура! Не, ну наша мама сделает захват девчат в выховании Виталины Дмитро Карпачов. Виталина Дмитро Карпачов. Здравствуйте. Не было трешника именно у нее такого. Мои родители тоже по такому же принципу были сведены. Это не традиционный. Нетрадиционный, да. Но скажите мне, чье у вас божание быть интересной для своего человека? Керманские правила. Я и сейчас стараюсь это делать. Максимальная мечта. А знаете, что для этого нужно делать? Что? Не пытаться быть интересной для человека, а пытаться быть интересной для себя. Вы можете отримать больше задоволения и не витрачать себя на то, что не принципово, на то, от чего вы не отримаете задоволения. Вот если у вас есть выбор, прибирать или провести время с детьми. Конечно, с детьми. Я и так большую часть своего времени... Сделать какой-то десерт или прибирать? Десерты, наверное. Подружки у вас есть? Звичайно. Поспілкуваться с подружками или прибирать? Или убирать. И с подружками, конечно, хочется прибирать. Меня воспитывали в восточных таких правилах, что ты должна дома убирать, дома должно быть всегда чисто. Дома має бути завжди чисто, и ты маешь прибирать. Это разные вещи. Хорошо, спасибо. Я, наверное, возьму это в учет и буду искать персонал. Я дуже хочу, чтобы вы обратили на это внимание. У меня склалося впечатление, что вы не чувствуете себя значительно. Я скажу честно, я как-то раньше тоже это так не сильно воспринимал. Дай Бог каждому человеку научиться зарабатывать, стремиться к чему-то лучшему. И вот у нас раз в неделю приходит помощница, и они воспринимают то, что у меня жена без рук и так далее. Это лично была больше моя инициатива, чтобы с женой мы больше проводили время вместе, чтобы не корячиться, чтобы была помощь. И я просто счастлив, что есть возможность каждую неделю приводить домой женщину, которая наводит чистоту, порядок, и мы больше времени проводим вместе. Это круто. Вы не чувствуете себя ценною. И даже это ваше желание прибирать, это желание быть корисной. Потому что вы не считаете, что вы ценны. Просто по факту своего существования. Вы полезны своим детям, потому что вы любите их и про них пиклуетесь. Гадаю, что вы как-то полезны для своего мужа. Не только через то, что вы прибираете дома. Нет, конечно. Очень важно, чтобы родители собственным жизнью показывали детям, что жить можно интересно, можно реализовывать свои желания, можно получать удовольствие от того, что ты делаешь, от того, чем ты зарабатываешь. И у вас есть такая возможность. Я, наверное, вот эту часть, которую вы говорите, перекладывала на мужа и приводила в пример детям мужа, то, что он стремился к этому. Не нужно считать, что женщина – это какой-то предаток для человека. И еще знаете... Согласен, что она всегда... Девочки, вы меня смотрите. Понимаете, вы не просто домохозяйки воспитывать детей и все, и на этом закрылось. Вы должны реализовываться, двигаться, сами развиваться. Какие-то, может быть, у вас идеи есть для бизнеса вообще. То есть вы должны к чему-то идти. А не вот это вот я, все, я мамка, я только ребенок, я вот стирка, уборка и все. Когда нет у тебя, в общем-то, цели к чему-то двигаться. Просто я мамка, вот это самое страшное. А когда у вас будет цель, вы будете развиваться и параллельно не забывать, что вы мама, ну не настолько маниакально. И у вас все в жизни будет классно. Каждой девочке своей желаю. Подписчица. Чтобы я вам порадил. Открыть кондитерскую. Да. Открыть кондитерскую не для прибудка. А для того, чтобы она вас... А чтобы я кайфовала от этого. Честно, блин, спасибо большое. Я, наверное, немного неуверенная в себе, я не знаю почему, но вот мне все говорят, что вкусно. Но вот где-то у меня внутри сидит такое сомнение. Давайте, какие перши кроки мают быть по открытию кондитерской? Открыть ФОП. Как минимум, это вот надо помещение. Место и помещение. И потом уже развиваться в том направлении, что лучше получается. Что вы можете сделать для пошути локации наиближчим часом? Завтра, після, завтра. Просто место. Вести в гугл поиск помещения. Все. Что делать, это понятно. Я согласна с вами, честно. А человек будет вас в этом забезпечивать и поддерживать. А я обязательно приду на открытие. Спасибо большое. Какие оценки Виталини поставили ее суперметики? Ну давайте посмотрим. За воспитание детей я ставлю 5. Почему 5? Воспитание где 5? Почему 5, когда дети молодцы все знают? 5. Губаты, ты меня бесишь. Все. Короче, у меня есть две неприятных мамаши. Губата и Бодипозитив. Все-таки мне очень непонятен этот момент. Мама запрещает, папа разрешает. За хозяйственность. И по факту у меня почему-то эти две мамы остались впереди. То есть чем-то это будет бомбить по самое не хочу. Виталини я ставлю 9. У нее все красота везде. У нее блеск, чистота. Все идеально. Ни пылинки, ни соринки. Но вот эта вот чрезмерная хозяйственность больше как прислуживание Алику. За самореализацию Виталини я ставлю 0. Потому что она не развивается. Она ничем не занимается. Она уже тупо деградирует в декрете. Убрать, постирать, приготовить. Дети, школа. Это ты, да, которая говорила. Ой, да боже, я бы еще раз поел. Али говорит, посмотрит твои оценки. Ой, да хорошо, да, так вообще классно. Боже, чтоб ты реализовалась. Тебе 0. Даже не один. 0 тебе. Ты никто. Ты говно. Вот я певица, а ты говно. Все. Она совершенно забыла о себе как о личности. Ооо. У наступного выпуску до себе запросить бодипозитивно. Ооо, давайте, все. Мама Ира. Кто вам сказал, что все должны ходить худые? Мы простые люди, которая позволяет себе плавленый сыр, колбасу, скумбрию, сулетку, пиво. У Иры ожирение. Я в этом не вижу ничего плохого. И буду такой, закройте свой рот. Та, что насправді змусило Иру полюбити свою вагу. Это страшная фраза. Ты не сможешь быть мамой. Странно, а ты не думала, что ты не можешь быть мамой еще по каким-то причинам? Нет, я буду жрать, а вы над закройте. Ты себя такой конченной пустой чувствуешь. Я сделала все, чтоб мой сын появился. Выгладила живот и простила. Ты главное там держись. Ну что, ребята. Вот у нас мамка. Я хочу сказать, на самом деле, я надеюсь, что выиграет либо первая, либо вторая. А вот еще две у нас впереди. Я так понимаю, что там будет трешняк полнейший. С радостью почитаю ваши комментарии. Простите за то, что, наверное, меня бомбит временами. Но я не сдерживаюсь, ребята. В этом есть весь я. Увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok